Беззаботное и счастливое детство 13-летней Дианы Бейсенбаевой в миг перечеркнул страшный диагноз. У восьмиклассницы опухоль головного мозга. Девочке срочно нужна операция, но на дорогостоящее лечение у семьи денег нет. Ее судьба сейчас в руках неравнодушных людей. Как помочь Диане узнала женсу Тастемирова. Ну, я люблю гулять. Так, что еще люблю? Я конфеты люблю. Диана с раннего детства мечтала увидеть Москву. Но то, что поедет туда не на каникулы, а лечиться, никогда бы не подумала. 11 апреля ей нужно быть в Центре радиологии Института имени Бурденко. Девочку ждет сложная операция, курсы химиотерапии и долгие месяцы реабилитации. О беде ничего не предвещало. Диана росла здоровым ребенком. Даже простывала редко, говорит ее мама. В июле прошлого года случился первый приступ эпилепсии. Сделали МРТ. Снимок показал патологию. Девочку по квоте направили в столицу на консультацию к детскому нейрохирургу. В Петропавловске нет таких специалистов. Там же Диане еще раз сделали томографию. Но столичные врачи ничего не обнаружили. Родители воспряли духом, а Диане стало легче. Но ненадолго. В марте девочка стала жаловаться на сильные головные боли. Родители решили пройти обследование в Омске. И когда мы пришли к невропатологу уже после МРТ, она сказала сразу, что все плохо. И я так к Диане сразу, Диана, пожалуйста, отойди в сторонку. Врач невропатолог, она сказала, что надо делать вот прямо сейчас что-то, потому что у вас нет времени. Диагноз – объемное образование головного мозга второй стадии. Срочно нужно оперировать. Опухоль растет и дает о себе знать. У Дианы отнимаются левые нога и рука. Плохо стал видеть левый глаз. Есть изменения в речи и мимике. Что такое онкология, восьмиклассница знает и понимает, насколько опасен ее диагноз. Но держится молодцом, старается не унывать. Она уверена, что справится с этой страшной болезнью, улыбается, смеется и с удовольствием делится своими мечтами. А это письмо Диане написала пятилетняя соседка Анеля. Узнав о страшной болезни, малышка решила ее поддержать. Несколько по-детски искренних слов и маленький медвежонок, которого Диана обещала взять с собой на лечение в Москву. Сегодня о горе семи Бесенбаевых знают многие. Мы даже не представляли, что будет столько неравнодушных, говорит Инеша Монтаевна. Я смотрю на состояние Дианы, что она ухудшается. Я просто боюсь, что тяжело будет. Спасибо людям, что откликнулись на беду. Очень много неравнодушных, очень много. Есть люди, которых я вообще не знаю, представляете. На операцию и дальнейшую реабилитацию Дианы нужно около 6,5 миллионов тенге. У семьи Бесенбаевых таких денег нет. Сбор средств они начали неделю назад, сразу как вернулись из Омска. Сейчас у них почти 2 миллиона. Но времени остается совсем немного. До отъезда в Москву всего 7 дней. Подарить Диане Бесенбаевой шанс на выздоровление можете и вы. Банковские реквизиты сейчас на экране. Всю необходимую информацию можно узнать по номеру плюс семь семьсот семьдесят восемь сто пятьдесят сорок восемь восемнадцать. Или на странице в социальной сети Инстаграм. Помощь Диане. Жан Сулут Астемирова, Казбек Арыпаев. Новости МТРК.